МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, процедура приобретения льготного жилья в Азербайджане будет упрощена. Здравствуйте, это аналитическая программа «Экономика дня». Я Фарида Ашралова. И сегодня у нас в гостях Вагиф Нагиев, заведующий отделом продажи и управления недвижимым имуществом Государственного агентства жилищного строительства МИДа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за приглашение. Мы знаем, что совсем недавно был дан указ главы государства о том, чтобы процедуры приобретения льготного жилья были упрощены. Можете, пожалуйста, сказать, что подразумевается под этим? 14 января 2019 года соответствующим указом президента Азербайджанской республики упрощены условия для приобретения льготного жилья, которые вступят в силу в мае текущего года. В данный момент в агентстве ведутся работы по применению данного указа. В скором будущем для населения будет дана более подробная информация. В двух словах мы можем сказать, что данным указом условия для приобретения льготных квартир упрощены. И в указе буквально четко прописано несколько преимуществ для приобретения льготных квартир со стороны владельцев электронных кабинетов. Мы знаем про проекты, которые реализует госагентство жилищного строительства. Одним из них является ваш первый проект. Это Есамайский жилой комплекс, в рамках которого в сентябре состоялись первые продажи квартир. И вторая продажа запланирована на 25 января. Раскройте, пожалуйста, сколько квартир было продано в сентябре, сколько квартир будет выставлено на продажу в рамках второго этапа? Совершенно верно. После первых продаж были приобретены 278 квартир. В данный момент члены семей переезжают в данный комплекс, Есамайский комплекс, и ведутся все работы для их обустройства в комплексе. 25 января 2019 года в 11 часов будут следующие выборы квартир. На продажу выставлено 174 квартиры. Выбор этих квартир будет осуществляться владельцами электронных кабинетов, которые посредством электронной системы, функционирующей на портале электронного правительства, через свои персональные электронные кабинеты, с посредством электронных кабинетов будут выбирать квартиры. Есамайский жилой комплекс – это первый проект госагентства, но помимо этого у вас уже идут работы по второму проекту, который расположен в поселке Говсан Сураханского района. На какой стадии там у вас сейчас строительство? Совершенно верно. В данный момент в поселке Говсаны данный проект находится в активной фазе строительно-монтажных работ. В будущем в данном комплексе предусмотрено строительство около 3000 квартир, двух детских садов, а также средней школы, медицинского учреждения и многих других социально-бытовых объектов. Также на территории предусмотрено размещение спортивных площадок, различных детских площадок. И одним из преимуществ данного проекта является парковочные места, например, для наших жителей прямо под зданием. В Есамайском районе, близ жилого комплекса, который был построен госагентством, выделена дополнительная территория. Для чего она предназначена? Учитывая количество приобретенных электронных кабинетов и людей, которые имеют право приобрести льготное жилье, вблизи с нашим нынешним комплексом выделен новый участок, больше 15 гектар. Важно отметить, что в декабре 2018 года в предусмотренном данном комплексе была закладка фундамента со стороны господина президента, первого вице-президента Азербайджанской республики. В данный момент ведутся проектные работы по этому комплексу. Агентство также планирует реализовывать проекты приобретения льготного жилья в других городах Азербайджана. Если у вас какая-то информация, правда, это заблаговременная информация, насколько мы знаем, она пока еще на стадии разработки и планирования, что вы можете сказать? Согласно стратегии агентства продолжаются работы по анализу и выбору территорий для реализации проектно-строительных работ. Мы знаем, что список лиц, которые могут приобретать льготное жилье, был расширен. Какие группы лица вошли в новый обновленный список тех, кто может приобрести льготное жилье? Совершенно верно. Как мы знаем, улучшение жилищно-бытовых условий граждан является одним из основных приоритетов в социальной политике государства. Указом от 16 ноября 2016 года президентом республики были определены правила реализации льготного жилья, в которых указан механизм его приобретения, а также группы лиц, которые могут приобрести данные квартиры. Но в условиях нарастания спроса данных квартир в целях расширения категории в законодательстве были произведены ряд изменений. И в июле 2017 года главой государства подписан ряд нормативных актов, с помощью которых добавлены две категории. В том числе, это лица, состоящие на государственной службе в особом виде, со стажем не менее 15 лет, а также научные сотрудники, занимающиеся научную должность не менее 3 лет. Спрос на льготное жилье растет. В чем отличие квартир, которые предоставляет Госагентство по жилищному строительству? Отличие наших жилищных комплексов и квартир в частности заключается в том, что при планировании, а также строительстве данных квартир рассматриваются все важные нормы городостроения по части архитектурного законодательства, санитарных мер, соответствующих важных законодательных мер. Одним из важных факторов является то, что буквально 75-80% участков, выделенных для агентства, занимают очень важные площадки для детей, участки озеленения у нас играют очень важную роль в закладке, а также спортивные площадки. В целом, можно сказать, что в наших комплексах большая часть выделенной территории выделяется не строительство непосредственно самих жилых домов или квартир, а, как мы уже отметили, важных составляющих жилых комплексов. Что касается квартир, мы должны отметить, что одно из важных преимуществ является то, что квартиры сдаются в полностью отремонтированном порядке, в том числе устанавливается кухонная мебель, все важные аксессуары для кухни, а также все коммуникационные вопросы решаются, скажем, такие как установление счетчиков, проведение все важные моменты, сопутствующие для жилья или приобретения данной квартиры. Значит, можем отметить в Ясамайском комплексе. Люди, которые приобрели квартиры, они при переселении практически не сталкиваются с никакими проблемами, так как все счетчики, все важные, скажем, документы, которые нужны для использования коммуникационных линий, заранее предоставлены нашим жильцам. Одно из преимуществ, точнее, даже главное преимущество льготного жилья, это то, что оно предоставляется по очень выгодной цене. Если для сравнения, сколько стоит в среднем, допустим, однокомнатная квартира на рынке, и по какой цене ее предлагает госагентство? Значит, в данный момент в Ясамайском жилом комплексе была установлена цена в порядке 950 монат за квадратный метр, как мы перечислили до этого, со всеми, то есть, ремонтными и так далее, условиями. До того, как определить цену, со стороны агентства и наших структурных подразделений были проведены анализы и мониторинги в данном районе. И было установлено, что наша цена намного меньше, чем рыночная цена в этом районе, так как цена без ремонта варьируется свыше 1200 монат за квадратный метр. А мы уже с вами отметили, что в нашем случае мы предоставляем квартиры по 950 монат с полностью ремонтными условиями. Учитывая этот фактор, я думаю, что для наших граждан это более чем выгодные условия. Мы знаем, что Госагентство по жилищному строительству сотрудничает со многими организациями, как в Азербайджане, так и с его представительствами за рубежом. Хотелось бы узнать, в каких проектах они оказывают поддержку агентству и что уже реализовано? Совершенно верно. Хотелось бы отметить наше сотрудничество с Асанхидмяэт, так как с 30 мая 2017 года в первом, третьем и пятом центрах Асанхидмяэт расположенных города Баку, а также в центре Асанхидмяэт расположен в городе Сумгаид, мы разместили наших сотрудников и в данном проекте, в тесном сотрудничестве с данным агентством за указанный промежуток времени были оказаны услуги по обращениям граждан в связи с деятельностью нашего агентства. А также в центрах Асанхидмяэт была оказана помощь очень многим гражданам по приобретению электронных кабинетов, а также использованию в целом нашей системы и многих других вопросов, сопутствующих для приобретения льготных квартир. Хотелось бы отметить сотрудничество с Бакинским транспортным агентством, а также агентством автомобильной дороги. Скажем, в нашем первом проекте, во время проектирования первого проекта Ясамальского жилого комплекса, были рассмотрены все важные критерии во время прокладывания дорог, такие как, скажем, велосипедные дорожки, а также специальные места для людей с ограниченным здоровьем, такие средства, как пандусы. Предусмотрены практически все важные и все составляющие на данный момент, исходящие из международной практики и очень нужные в потреблении. Также важно отметить открытие новой четырехполосной дороги, которая соединила Бакинскую кольцевую дорогу с Ясамальским районом, в частности с улицы Шарев-Заде. Открытие этой дороги сыграло весьма важную роль для будущих жителей Ясамальского жилого комплекса. Эта дорога упростит выход ко всем направлениям города, а также оптимизирует маршруты общественного транспорта, которые запланированы в будущем для комплекса. Мы знаем, что в ходе первой продажи квартир их смогли приобрести 278 семей. Когда смогут остальные участники портала «Электронное правительство», обладающие кабинетом, приобрести другие квартиры в Ясамальском районе или, допустим, в строящемся в настоящее время в Сараханском районе? Хотелось бы отметить, что мы предоставляем для выбора нашим гражданам квартиры после того, как мы полностью подготавливаем не столько покупки, сколько непосредственно к моменту жилья. То есть мы отметили с вами, что все коммуникационные вопросы, вплоть до установления важных счетчиков, скажем, коммуникационных линий. Поэтому агентство подходит к этому вопросу в данном контексте, чтобы полностью квартиры были подготовлены. Хотелось бы отметить, что мы периодически будем выставлять для выбора в портале и в нашей системе для выбора нашим гражданам квартиры. В данный момент мы уже с вами отметили, что 174 квартиры буквально 25 числа. Чуть позже мы запланировали. В течение текущего года поэтапно будут выставляться остальные квартиры данного комплекса. Что бы вы могли посоветовать гражданам, которые хотят приобрести льготное жилье и какие ошибки они допускают при процедуре приобретения? Основываясь на практику предыдущей продажи, мы могли бы посоветовать нашим гражданам, чтобы прежде чем начать непосредственно процесс покупки, они обращались предварительно в банке, так как мы, соответственно, нашим контрактом сотрудничаем с несколькими уполномоченными банками. Об этом мы предоставляли нужную информацию общественности. Мы посоветовали бы обращаться в данные банки, где проводится тщательный анализ и выводится первичное постановление по возможности открытия, скажем, кредитной линии по ипотечному кредитованию или невозможности. Мы советуем нашим гражданам, прежде чем начать процесс, обращаться в наши уполномоченные банки, где прежде чем начинается сам процесс купли-продажи или открытия кредита, проводится тщательный анализ и выводится первоначальное первоначальное постановление о возможности открытия кредитной линии, ипотечной линии. На основании этого первичного постановления гражданин может знать, он обладает более подробной информацией и в момент выбора квартиры через свой электронный кабинет он может приобрести жилье другими способами, так как мы знаем, что возможно приобретение жилья за счет личных средств, то есть без привлечения кредитной организации. Мы знаем, что у вас также функционирует сайт под названием Ясамал МИДААС, где граждане могут посмотреть чисто визуально планировку квартир. Что еще есть на этом сайте? На указанном вами сайте выставляется вся важная информация по квартире, которая будет предоставлена для выбора гражданина, в том числе варианты ремонтов, используемые строительные материалы, цены, буквально все параметры квартиры, как внутренние, так и внешние параметры, и вся более важная информация. Наряду с перечисленным хотелось бы отметить, что более подробную информацию по нашим проектам граждане могут приобрести на страницах интернет-сайтов агентства, это mida.gov.as, а также mida.as. Перейдя по соответствующим ссылкам, можно ознакомиться с более подробной информацией по нашим проектам. Большое вам спасибо за столь развернутые ответы на наши вопросы. Это была аналитическая программа «Экономика дня». Вела ее я, Фарида Ашралова. Гостем нашей студии был Вагиф Нагиев, заведующий отделом продажи и управления недвижимым имуществом Госагентства жилищного строительства МИДа. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok